Итак, то есть мы смотрим, от чего же мы уходим и к чему мы хотим прийти. К чему мы хотим прийти? То есть мы должны иметь тогда, мы себе это уже нарисовали, и должны нарисовать себе тот образ человека, к которому мы хотим идти. То, к чему мы хотим стремиться. И мы себе рисуем все эти качества, я называю их джентльменский мадамский набор, который я хочу, чтобы был у моего того идеального мужчины, который, допустим, от сливной женщины, говорим, вот этот меня мужик не устраивает, вообще он никакой, потому что у него вот это один минус. Вот это плюс, это вообще ничего, это мелочь. И я себе тогда рисую вот это вот, то, что есть хорошее, я хочу, чтобы было у мужчины моего идеального. И рисую также то, что я делаю анализ для чего сейчас? Для того, чтобы взвесить, не поменяли ли я шило на мыло. Я себе нарисовала вот такого принца, да? И я говорю, вот он должен иметь такое, те, 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 те качества. Окей? И пишу себе то, что я хочу, чтобы у него было. Дальше следующее. Я смотрю, что я могу дать взамен. Вот я хочу, чтобы у него были там, чтобы он внимательный, заботливый, ответственный. К этим качествам идут соответствующие требования. Да? Если я хочу иметь вертолет, мне нужно быть готовым, что буду потратить 10-10 тысяч долларов в месяц на его обслуживание. Если у меня эти деньги, я хочу, чтобы мужчина был ответственный, что я должна иметь кое-качество женщины спереди. Молодец. Что? Другие нашли знакомые с фантастикой культурой. Послушание, да. Если я хочу, чтобы мужчина взял ответственность за меня, за семью, я должна иметь обязательно качество послушания, смирения. Я должна мужчину принимать за лидера. Окей? Если у меня этого качества нет, не жди, что оно у тебя будет. Ты не найдешь такого мужчину. Это все розовые очки. Окей? Поэтому это я должен знать. То, что я написал, я хочу, чтобы у него был идеальный мужчина. Слева то, что я могу ему дать. Это меч. Она должна совпадать. Потому что такой идеальный мужчина будет ходить идеальную женщину. Верно? И если у нее нет того, чего нужно ему, если он... Он ответственный. Но ответственный для какой женщины? Та, которая послушная. Которая смиренная. Которая говорит, что ты у меня мудрец, храбрец, гордец. Я тебя... Она его заряжает энергией необходимой. Это же не надо, чтобы ты не будешь. Это, конечно же, это должно. Мы же говорим о отношениях. Естественно, это здесь нескольких. Да, это по умолчанию. Окей. Я сейчас к чему говорю? Что тот момент, когда мы, прежде чем принять решение, вот это важный момент, прежде чем принять решение, разойтись или нет, я должен все взвесить. Окей? Все за и все против. Также хочу вам напомнить. Это уже немножко духовное то, что мы должны понимать, понимать то, что партнер, немножко, может, и вас-то будет непривычно. Я обычно в конце говорю, в духовной корочке я его так называю, понимание того, сознание того, это база вас, что все, что мы имеем, это то, что дается нам во благо. И хорошее, и нехорошее. И такие серьезные отношения, как муж, жена, дети, у нас учителя и ученики. И это все не идет неспроста. То есть судьба так подбирает нас для того, чтобы нам дать самого лучшего ученика и учителя одновременно. И чем сложнее у нас отношения, это индикатор того, что надо есть над чем работать. И если я буду пытаться каждый раз убегать от этого, меняя отношения, это фундаментальное понимание, как вы думаете, что будет? И будет повторяться с регрессией, с прогрессом. Здесь тюрьма. Мы здесь прошли, здесь не наслаждаться. Земля, это серединный уровень, 7 уровень, 14 уровень планет материального мира. Здесь не самое лучшее место. Ну, так если это не обрисовало? Замечательно. Отношения считаются, тут мы плавно пишем, отношения считаются законченными правильно, хорошо. Тогда, когда мы расстались, мы отработали все свои долги и расстались без претензий. Если у нас нет претензий друг к другу, мы остались друзьями, идеально. Мы просто решили, мы не развиваемся дальше, некуда уже дальше идти. Мы прошли какой-то этап. Все, дальше дорожки. Мы, наверное, сходили с тобой вместе, все, спустились, теперь я хочу на велосипеде, ты хочешь на речь прийти. Нет проблем. То есть мы выполнили свое назначение, выполнили свой долг. Один из долгов у нас какой есть? Воспитать детей, да. И отработать. Если детей нет, тогда мы смотрим, по чем сказать, насколько у нас нет, нет ли у нас претензий. То есть мы друг другу помогли, идеально, что мы остались в конце друзья. Мы друг другу помогли пройти какой-то этап, чего-то научиться, терпению, смирению, духовности может, там муж привел, жену свою духовность, стала духовной. Классно, супер, это вообще великое благость. Мы друг другу благодарить, что дальше мы не можем, ну, неинтересно, но самое важное, показатель того, что у нас нет претензий. Если претензии остались, значит, еще не отработано. Это мы единое целое. Пока кто-то кому-то имеет претензии, значит, мы еще не закончили отработку. Я просто не знаю, как мне достичь. Это другой вопрос, я просто сейчас говорю как факт, а отдельно разобраться надо. Почему? Но самое важное, это показатель того, что пока мы полюбовно не расстались, мы друг другу должны, мы должны. Вот это я хотел бы как раз узнать. Поэтому, если кто-то, ну, на будущее, кому-то в любом расскажет, если такие ситуации возникают, расходивши или нет, всегда надо, тем более, когда мы уже вышли, у вас семья, живут, это кармическое договоры. Поэтому нужно предложить максимум усилия. А чтобы легче было принять решение, взвести вот эти вот свои за и против. За и против. Если я убеду, осознавая того, что меня ждет дальше, насколько усугубится моя, мои новые отношения. Я думаю, что вы можете вспомнить на себе, на других примерах, никакие, как усложняются наши новые отношения, когда мы убежали с предыдущим. Кто может сказать, что это так было? Да, вот, вероятность. Может, никто? Да. Все классно было, когда убежали? Да? Ну, смелее, друзья. Но они все разные. Они все разные. Они разные, но что происходит? Если мы не доработали прошлые проблемы, мы будем, может быть, в другую форму, но мы будем тяжелее работать. А если не я убежала, да? Вы оба убежали, вы оба будете страдать. Оба будем страдать. Вы, по сути, меня оставили. Меня оставили. А, если, смотрите, здесь вот такая ситуация. Если я добросовестно исполняю свои обязанности, добросовестно имеется в виду, не то, что я там, да, я ему готовил, а чтобы ему вкусно было, чтобы ты сгорел, а он, ему не нравится, как я готовлю, вот он типа избежал от этого, образно говоря, да? Добросовестно это имеется в виду то, что от сердца, от души, честно, максимально в твоем понимании, что такие хорошие отношения, ты должен выполнять это от чистого сердца, проявляя максимум. Вот он, свинота, пришел пьяный, а я все равно смиренно его встречаю, смиренно ложу его спать, там одеваю, стираю, мы готовлю его кушать с любовью, молитвы читаю, увлажаю его, говорю, ты у меня самый лучший, самый классный. Я это делаю, несмотря на то, что он, вот, свинота, казалось, да? Я скажу, что так не бывает. Если мы выполняем каждую добросовестную обязанность, человек меняется. Не меняется. Нет, ну хорошо, хорошо, допустим, не было там, допустим, знания, да, и что-то не выполнялось, что-то допустим, это, ну допустим, у меня до последнего, я хотела сохранить отношения. Я всячески, вот что, как я тогда считала нужным, да, как видела это, я это делала. Но в итоге просто вот человек, ну вообще, то есть оттолкнул, полностью сказал. Смотрите, здесь всегда надо быть более пикерен. Себе нужно быть очень критичным. Все ли я правильно делал, семья стоит от двух человек, минимум, да, и не может быть никогда, что тут я прав, а он виноват. Нет, но вы never, never. Всегда есть причинно-следственная связь. Что я делаю для того, чтобы нести это? Это желание, вот кто-то желает, как хранит, кто-то не желает, но ты меня не составишь человека. Я вот понимаю, если, вот в этом я говорю, случай, смотрите, если вы выполняете свои обязанности, я отвечаю за себя. Если я отвечаю, если я добросовестно исполняю свои обязанности, то тогда, что говорится, я скажу, что говорится в духовных писаниях, которые меня следуют. Если я добросовестно исполняю, но дондуешь, если я исполняю добросовестно свои обязанности, смиренно, как мне положено, то рано или поздно либо поменяется мой партнер, либо судьба позаботится таким образом, что он просто, он просто уйдет, найдет его, другая женщина, другой учитель ему появится, он сам уйдет, еще что-то, папа заботится. И идеально, что происходит, когда, смотрите, вот у меня недавно был пример у человека с клиентом. Она начала развиваться. Ребенку тени жили вместе, потом начало развиваться, начало духовно развиваться, прогрессировать, избавиться от мясоедения и так далее. То есть девушка начала растить. Это продолжалось где-то полтора года. Он продолжал пить, курить, наркотики и все остальное прочее. Что произошло? Она уехала на фестиваль, через два дня ей говорят, он женился. Но они перед этим месяцем разошлись, месяц уже не были, ей сообщают, знаешь, ой, женился. Она была в шоке. Сначала первое, что меня забрали, отдайте назад, да, реакция такая. Ну, мы с этим разобрались. Но суть-то что, смотрите, что в ней, это прекрасный пример того, что один человек развивается, то если ты не подтягиваешься, то что происходит, и ты делаешь в правильном направлении, все, 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 позаботились за нее. Да? Позаботились за мужчине. Дала нового учителя. А ее освободила для... Я все понимаю, что произошло все правильно, но вот вы говорите, дружеские отношения. Дружеские имеется в виду, что мы должны дружить. Да, что мы... А, это вот мы сейчас разберемся. Окей? С этим понятно. Да? Вот это самый первый момент. Теперь давайте перейдем, перейдем к моменту, когда мы уже разошлись. Мы уже разошлись, что делать дальше? Окей? Вот здесь очень важный, важный момент. Значит, исходя из того, что мы должны расходиться мирно, дружелюбно, полюбовно, и, как правило, мы этого если не делаем, у нас остаются что? У нас остаются проблемы. У нас, первое, остаются привязки. Я думаю, что многие из вас могут вспомнить, что когда ты разошел со своими прошлыми отношениями, они тебе снятся, как минимум, ты о них думаешь. Вот музыку услышал, мы там гуляли вместе, а вот цветочки он мне эти дарил там, или вот мы там с ним гуляли здесь. И что? Сразу память куда идет? Дружная. А я в это время-то иду с другим мужчиной. И что? Мужчина, он-то чувствует, что я-то не здесь с ним и сейчас. Особенно для вас, женщины, потому что, напоминаю, вы знаете, что у вас многоканальность. Вы разобряете свое внимание. Мы, мужчины, одноканальные, нам попроще, поэтому у нас легко вычисли, что-то дело не так, да? Ты где? А я с тобой. Да нет, ты не со мной. В общем, потому что у нас сразу, либо я здесь был с тобой, либо я там где-то. Там глаза летают. Все это чувствуется, все это видно. И, как результат, от этого страдает наше новое отношение. Пока мы, вообще, чтобы вы знали, как только люди вступили в социальные отношения, уже связи, правильно? Закон Рита, слышали мы, все правильно? Да. Все, колесо связи и энергетические чины повязаны. У нас карму мы уже делим на двоих. А если тот человек, с которым я уже переспал, он еще с кем-то там делил карму? И еще с кем-то делил карму? То есть это все кармы... Все люди-братья, да? Все люди-братья, да? Все люди-братья, большая семья. Чтобы вы это понимали. Поэтому, для того, чтобы двигаться дальше, мы с самого начала, с самого простого права, мы должны очиститься от прошлых. Нельзя ни в коем случае начинать новые отношения, пока я полностью не очистлюсь от прошлых отношений. Что значит очиститься от прошлых отношений? Это простые показатели того, что я об этом человеке, когда мне не хватает ресурсов каких-то, мне нужны ресурсы позитивные. Я поссорился со своими отношениями сегодня, мне стало плохо. И я где ищу ресурсы? Мне нужна поддержка, мне нужны эмоции позитивные. Куда я свой взгляд направляю? Или я направляю свой взгляд в прошлые отношения? О, включила музыку. О, да, я включил ту любимую музыку, мы там танцевались, на бале, мне так классно было, мне так обнимал, мне так целовал, так здорово было. И я включаю эту музыку и получаю ресурсы в простых отношениях. Это показатель того, что я не отношла в прошлых отношениях. Идеальное понимание, какое будет, когда у меня есть такая ситуация, я ищу новые ресурсы, или связанные с моими сегодняшними отношениями, где нам было хорошо, либо у меня есть какие-то другие ресурсы, но ни в коем случае не связанные с прошлыми отношениями. Это первый показатель. Дальше, следующее. То есть идеально, как у нас должно быть, есть идеальное такое понимание, если я вспоминаю вдруг, каким-то образом вспомнился мои прошлые отношения, я это должен видеть как просто статистика. Вот статистика, вот это элементарное понимание. Мы знаем, там была Бородинская битва 1812 года. Я знаю, да, там было 200 лет назад. Мне сказали, была война. Ну и что? Но меня никак это не трогает. Оно никак меня не трогает. У меня нет никаких привязок, мне никто не пострадал, мои бабушки, и прабабушки, и прадедушки не пострадали. Вот такое должно быть состояние у нас, когда мы вспоминаем о своих прошлых отношениях. Это идеально. Когда мы были дети совместными, мы же прожили 10 лет. Да, здорово. Вот так. Вот это то, к чему надо стремиться. Если вы проверяете себя, и у вас этого нет, если вы проверяете, что у вас не такое состояние, вы вспоминаете и вам чувство жалости, сострадания, или я ищу ресурсы. Особенно, когда... Вот проверка идёт критическая ситуация. Когда я поссорился, да? Я поссорился со своими отношениями сегодняшними, и у меня мысли возникают. Или сравнение идёт. О, а Вася был лучше. Ой, а Вася не так делал. О, Вася так не ругался. Вася так не говорил. О, это цветы... Вася дарил мне вот такое букетище. А это только бруска дарит. Сравнение. И ты его вообще не расстался, да? Зря, конечно, ты не расстался, потому что ты обращаешься к ресурсам. Это обращается к ресурсам. Начерпаем ресурсы. Источник. Наш герд. Наш гердерал. Не, не есть вообще. Это привязка? Угу. Окей. И когда сравнения идут, там, в сексе особенно, когда в сексе, особенно, да, какие-то интимные у нас вещи, там, или когда ругаемся, опять же, да, или что-то... Вот эти сравнения, кто лучше, кто хуже. Это показатель того, что вы, друзья, не расстались. Окей? А ты не поменялся, еще раз? Ну, я сейчас говорю то, что основное, да, много вариантов. Но идея какая? Вот не обращаемся к ресурсам, мы не вспоминаем о нем с каким-то чувством сострадания, жалости, любви, как там к сыну, как к брату, там, еще что-то такое, да? Попросите? Да. Сейчас я скажу. То есть вот это вот важный момент, да? Что мы, мы просто вспоминаем, если мы вспоминаем о своих прошлых отношениях, мы вспоминаем как статистика, не более того. Вот это показатель того, что я отпустил. Также это первое. Теперь что еще? Что мы должны сделать? Поскольку мы разошлись, то мы чего-то друг друга задолжали. да? Как бы, ну, чем-то человека обидели. Мы должны здесь попрощить прощение. Практика прощения. Это мы будем делать на следующий раз. Мы должны проститься. Простить и отпустить. Что значит прощить и отпустить? Я должен пожелать энергетической любви и радости, да? Самый лучший, мой подарок, мои лучшие отношения, это что будет? Подарить любовь. Подарить любовь, да? Через что? Если я не могу это физически сделать, как правило, это часто не могу, потому что там стыдно, еще что-то, да? Самое лучшее я могу это делать ментально. Есть специальные практики, которые мы делаем для того, чтобы пожелать любви и радости. И, кстати, мы первые люди, кто заинтересован, чтобы моя половинка, мои прошлые отношения были счастливы. Почему? Потому что если он счастлив, он не сосуд у меня энергии тоже. Помимо того, что если я не сосуду энергию, он же у меня энергию будет сосудить. Да? Он будет посылать мне зло, можно, но сложнее будет. Тебе надо постоянно защищаться, боль станет. Постоянно защищаться, тем более, что у нас были близкие отношения, лучше, чтобы он мне тоже любовь посылал. Да? Мне нужно защищаться. Я буду посылать его любовь, его любовь, моя любовь, совместная любовь. И мы посылаем таким образом, как мы прощаемся и отпускаемся. Это самый важный момент. Это мы отдельно в практике делаем. Так. Па-па-пам. Пам-пам-пам. Дальше. Какие вопросы? Вопрос у вас, Андрей. Я просто хочу узнать, вот вы говорили, вы говорили касательно... Да. Все, сейчас, сейчас. Что ж? Что ж? А касательно того, что вот, ну, там, какие... Я просто слегка скучаю за этим человеком. Это здесь вопрос привязки эмоциональные. Эмоциональные привязки. Здесь нужно это отдельно смотреть. Это отдельный вопрос. Вопрос, когда вы решили разойтись, да? Мы проходим отдельно энергетические отвязки, когда я просу прощения, извинения, желаю любви и радости. И есть другое, физические привязки. Я провожу по семи чакрам. Телесное. Допустим, нам было классно привязка. Мне интересно, мне дух захватывает, что мы вместе там на лыжах катались. Я вспоминаю, ой, классно. И сегодня я хочу на лыжах покататься. Нет партнера. Опять ресурсов возвращающий. Секс. Самое сильнейшее, да? Привязка сексуальная. То же самое. Отдельное, что мы должны сделать. Мы тут... Техника какая, что мы делаем? После того, когда мы приняли решение, что мы расходимся. Это уже просто было. Это отдельная тема. То есть я должен принимать примитивные меры, что как мне отпустить прошлые отношения, отвязать, заместить. Трансформацию делаем. Мы делаем трансформацию. Из того, что у нас было. Делаем анализ. Что было хорошо. Мы из этого хорошо делаем плохо. Из мухи делаем слона. Разбываем. И замещаем то, что было негативное. То есть там мне нравилась девушка. Она классная была. Но она была наркоманка. Сегодняшнее мое сознание говорит, что я с ней не имею дальше невозможности развивать отношения. Но у нее были другие какие-то качества, которые мне нравятся. Она была очень чувственно сексуальная. Готовила хорошо. И целовалась классно. Супер. Классно. Но взвешивая свой дамский, женский набор, я понимаю, что с этим человеком на сегодняшний момент я уже не могу дальше строить ли отношения. Значит, я должен что-то сделать. Ок? Все. Из этого вопроса исходит. Но я не говорю о том случае, когда уже в отношениях. Если уже в отношениях, there is no choice. Я суслов до конца. Все, ты уже повязан. Иначе будь готов к проблемам, которые тебя будут связаны с тем, ты разрываешь отношения. Это все, что ты сейчас сказал тебе, из-за того, как люди поженились, вступили в отношения. Ок? В этом проходим этапы. Четкие этапы развития отношений. С чего мы начинаем? Очищемся от прошлого. Готовим платформу. Получаем знания, как строить правильные отношения. Изучаем себя. Изучаем мужчину. Ставимся самодостаточным. Находим такую самодостаточную половинку. И развиваем по этапам в соответствующем отношениях. Если мы это проскакиваем, потом ждите проблем. Если я, допустим, в отношениях, в последние отношениях проскочил этап сомнения, познакомился, классная девушка. Все, идем любиться. Мы женимся с тобой. Ну, пожили год вместе. Секс прошел. Чувство наслаждения. А потом сижу и думаю, блин, там же и Маша была, и Аня, и Соня. Такие классные девчонки. Черт, я только с ними не посмотрел. Так, может, с ними было бы получше. Да? И так бывает часто, когда мы... Это важный этап, да? Это другой этап, сейчас просто кратко, касаясь этого вопроса. Развитие отношений. Да? Это когда, ну, например, девушка там едет в отпуск, надо срочно купить платье. Забегаю в первую попавшую лапку, хватаю платье, села такая, довольна, лечу я на отдых в Майами. А потом думаю, блин, что-то, там столько магазинов было, самое лучшее, я взял платье, там, может, там потешилие, что-то было получше, покачественнее. Что? Сомнения меня гложет еще в это время. Так же и в жизни. То есть я вспрыгнул в новые отношения. Особенно, когда мы только закончили старые отношения. Что нам нужно? Успокоение. Да? Нам нужно успокоиться. Приголубили. Подушка для плакания. Заместить. Мы пытаемся там клин клином вышиб. Да, нифига он не вышиб клин клином. Это все внешне. А физика внутри все оно по-другому. Пока ты не почистишься, ты не готов создать новые отношения, не будет этого качества. Ты будешь физически здесь, но спать ты будешь со своими бывшими отношениями. И она это будет сочувствовать. Она это будет сочувствовать. И она это будет сочувствовать. И рано или поздно скажет, ты меня не любишь. Excuse me. Ты ждешь от нее любви сердце открыть, а она не открывает, потому что она видит, что ты не здесь и сейчас. Ты в постели путаешь ее имена с ее своей бывшим. Это вообще капец. Что дальше? Один раз только так сделай. Или она так сделала один раз. Что ты? Бум. Закрылся. I don't trust you anymore. Я тебе не доверяю больше. Все. Поэтому пока мы не очистимся от прошлых отношений, мы не можем идти дальше. Это однозначно. То есть я закончил отношения, я должен что? Простить, отпустить, пожелать любви и радости, смотреть на прошлые отношения как статистика, не терпать ресурсов. Потом я должен стать самодостаточным. Я стал самодостаточным, при чем начинать новые отношения, я уже прогружу этапом. Я самодостаточный, я стал счастливым человеком. Пытаться, что если я несчастный, пытаться, что меня кто-то сделал счастливым. It doesn't work, guys. Не работает. Да? Потому что, если я несчастный, нашел счастливого человека, я вампирую у него энергию, ну, чуть-чуть дает, а потом пополнения-то нету. Он исчерпался, я исчерпался, и мы стали без ресурсов. И что? На этом все закончится. Там эта штучка записывается. Да, да, пишет все. Поэтому это важный момент. А пока мы не очистим, мы не можем идти дальше. It doesn't work, guys. И просто, мы просто тратим свое время. Потому что вот, особенно в этот критический важный момент, когда мы только расстались с прошлыми отношениями, нам нужно утешение, нам нужны ресурсы, проще говоря, да? Нам нужны ресурсы, нам привыкли, что нас любят, нам дают сердечность, нас заботятся. А где их взять? Нету. Я первый попавшийся, вроде хороший там, человек. Давай, будем делать отношения. Вот. И я вроде физически здесь, но энергетически, привязки, тем более, когда есть дети, это просто, друзья, это просто кошмар. Это сильнейшие привязки. Вот вы просто сами себя проанализируйте, просканируйте. Сколько раз вы вспоминаете про прошлые отношения и в какой форме? Если вспоминаете, как я сказал, статистика, был там Вася, вот мы десять лет назад с ним разошлись, все классно, ну он такой, сегодня хороший, мы с ним разошлись, хорошо, классно, мы остались друзьями, помогаем друг другу, замечательно, нет проблем, классно, вы отработали. но если есть претензии, если я обращаюсь к нему как ресурсом, на дверь, абсолютно нехорошо. И это есть показатели, которые говорят о том, что мы не готовы еще идти двигаться дальше. И от того, насколько мы расчистим вот эту первую площадку от прошлых отношений, понимаете, да, представьте, на уровне построения дома, если у меня грязь, бардак, радиация здесь, я тут пытаюсь строить новый дом, снеся только настройку, фундамент остался, что будет? Просто так. Окей. Какие вопросы есть? Какой период все-таки, вот когда... Откакание? Да, да. О май гад. Это зависит, на какой стадии вы находитесь, если вы находитесь в стадии сексуального вовлечения, вот этого, оно может длиться до трех лет. Зависит от силы чувств. От силы чувств. Обычно в течение, там, года-двух проходит. Какие чувства, это же индивидуально, индивидуально. Дальше, какие у нас, насколько, у нас всем уровень, да, берем семь чакр просто, да, телесные, чувственные, совместная деятельность, сердечное, общение, обучение, философия, духовная связь. Вот чем больше у нас таких связей, тем нам нужно больше работать, чтобы заменить эти все, ресурсы другие найти. Лучше всего стать самодостаточным. Я себя сам, я сам себя люблю, мне хорошо, я умею получать чувство любви, радости, от природы, от животных, собачечка, вот, и птичка там, мне не надо ничего там, да, и мне нужно пойти спортом позаниматься, я могу и сам классно, а до этого, я вот не мог, что-то не нужна у партнера. Половая сфера? Это все, это же все эти части, это одна из самых сильных, а вторая чак, это самое сильное, это то, что наши мозги запомнили. Поэтому здесь, что здесь нужно? Вкратце сейчас, потому что мы это подробно не обрассматриваем сейчас, идея какая? Нужно заменить, заменить. Если я, но предварительно, все, чем этим заниматься, трансформаться, я должен сначала сделать анализ? Нет. Сделать анализ, да? Если я нахожусь на стадии, вы уже в отношениях, вам нужно по-другому сделать. Я, я, не, я сейчас уже не надо. Ну, ладно, вы отвечаете за свои поступки. В общем, если мы, если вы в отношениях, если вы уже в отношениях семьи, то, друзья, помните о том, что я говорил начальному, что, в общем-то, лучшего не будет. Здесь надо искать лучше, как ремонтировать. Здесь четко садитесь и взвешивайте. Хорошо, плохо, окей, что я хочу себе иметь и что я могу дать. Да, вот самое важное, быть честным с собой. Я хочу принца фрикен на белом коне, а что я могу дать ему взамен? А придет ли ко мне принца? Я хочу принца, вот недовольный, вот у меня есть генерал, понимаешь, я недовольный, хочу принца, извини генерал, ты слишком низко, ты сидишь, я хочу что-то повыше. И, что, когда мы не умеем ценить, когда мы не ценим то, что мы имеем, понимая, мы имеем то, что мы заслужили. Потому что нам судьба подбирает такого учителя, который нам сейчас лучше всего поможет работать наше качество. «А мне он не нравится, почему? Потому что проблемы, я хочу что-то получит, светлой, чистой большой любви». Так работает светлую, чистую любовь, отработай все свои проблемы, потом ты будешь иметь светлую, чистую любовь. А когда уже нет проблем, сначала горько, когда мы, смотри, развиваются отношения, сначала гормоны, да, мы падаем в эти гормоны, суперрота же очень хитрая, все классно, все сладко, розовые очки, классно суперрота, эй, два года прошло там, да, максимум, что. Потом начинается рабочий будни. Окей, я вижу, что в реальности все совсем по-другому, не так-то все хорошо, как бы казалось, да, и начинаем работать. Если у нас есть мудрость и терпение, знание, да, как эти вопросы порешать, мы их употребляем.